Привет, Иси! Это Зельда, и мы продолжаем с тобой спасение Хайрула. Как ты помнишь, в прошлой серии мы пытались вытащить меч мастера, именно так называется меч Линка, который с нами умеет разговаривать, но слышит его лишь Линк, и со стороны это выглядит как безумие. Однако, вытащить меч, как ты видишь, нам не удалось. Мы недостаточно сильны. Для того, чтобы его вытащить, нам нужно 13 сердец. На данный момент у нас всего их 8, и это, я тебе могу сказать так, печальненько. Что ж, будем добывать. Но прежде, давай посмотрим деревню Корков. Да-да-да, это деревня, ты представляешь? У них, собственно, здесь инфраструктура, и магазины есть, и гостиницы. В общем, пойдем со старейшиной поболтаем, он нам все расскажет. Надеюсь, я на это. И да, старейшина выглядит вот так. Здравствуйте. Ты? Неужели? Дорогой герой, ты наконец пришел? А я-то думаю, к чему у меня гриб на голове вылез? О, нифига себе, действительно, у него там даже не один гриб, а целых три. Оказалось, к твоему приходу. Да ладно, шучу, они там давно. Мы все собрались и приготовят для тебя, герой Хируля, эээ, прости, Хайрула, испытания. Если ты сможешь пройти наши оооочень сложные испытания, то и высший меч вынешь без проблем. Ну, наверное. Одно из них, самое сложное, я, старейшина леса корков, выбрал самолично. Готов ли ты к испытаниям корков? Ааа, почему бы нет, готов. Если будешь делать все, что тебе говорят другие, далеко не уйдешь. Итак, давай побольше воздуха в грудь наберу. Эээ, испытания корков! Чтобы тебя признали взрослым, ты должен посетить все святилища леса корков. Тебе нужно пройти испытания невидимая сила на юго-западе. А также, первое испытание на северо-западе. И, наконец, испытание огнем на востоке. Пройди и станешь настоящим героем. Мы, между прочим, и призы приготовили. Вперед, к победе! Пусть твое сердце наполнит решимость! Отлично! Удачи! Ааа, погоди. Он сказал, что если я пройду эти испытания, то, в принципе, смогу без проблем вытащить меч. Я пройду твое испытание. Хорошо, не проблема. Но сперва я пошарюсь у тебя в деревне. И первое, куда я пойду, это в дупло. Вот тут вот, смотри. Какое здоровое дупло. О, подожди, тут грибы, что ли? Баночки с медом. Я их могу взять. Давай возьмем. И разобьем. Пусто. Где еда? Интересно, кстати, чем корки питаются? Короче, в баночках ничего не оказалось. Мы зашли. Скорее всего, это гостиница. Тебе так не кажется? О, деревянная ложка. Ну, она мне незачем. И это не гостиница. Это у нас магазинчик. Стрелы. Фига себе, корки. Я не знал, что вы луками пользуетесь. Грозовые стрелы у них здесь. Есть обычные стрелы. Кстати, мне нужно прикупить стрел. Стрелы скупил все. За исключением грозовых. Они мне, в принципе, не нужны. Я ими так часто не пользуюсь. Это у нас сахарный тростник. И тут хайрульский рис. О, он мне пригодится для того, чтобы изготовить блюдо, которое мы с тобой нашли в прошлой серии. В конюшне. Значит, покупаем побольше. И яблочки тут есть. Ну, яблочки с редисом у меня есть. Так что это нам не нужно. Тут чего у нас? Тут одни грибы. В основном торгуют грибами. Даже трюфель есть. Обалдеть. Давай зайдем в следующий отдел. А здесь, собственно, у нас гостиная. Почему-то одна кровать. Видимо, гости к вам не часто заходят, да? Давай поболтаем с тобой. О, добрый вечер. День. Спасибо за вкусный ужин. Подожди, я тебя ничем не угощал. Прошу прощения, кажется, я сдремал. Ого. О, ты же герой, да? Древо Деку нам о тебе рассказывала. Значит, ты наконец нас нашел? Долго же тебя пришлось ждать. Я думал, что скоро корни пущу. Добро пожаловать в гостиницу Пуп Дерево Деку. Твоя постель из самых мягких листьев готова. Можешь сдрихнуть, сколько тебе влезет. А цена? Обижаешь, дорогой герой. Я не рупий с тебя не возьму. Вот это я понимаю гостеприимство. Я ведь для тебя каждый день постельку делал. Пока ждал. То есть сто лет. На протяжении ста лет он каждый день готовил для меня постель. Вот это ты дружба настоящий. Так долго ждал, что... Короче, подрыхни чуток. Спасибо, друга, но... Боюсь, я тебя не обижу, что... Мне нельзя уже спать. Я и так сто лет спал. Надо действовать. Значит, идем дальше. Что тут валяется? Птичий орех заберем. У этого чувака есть какой-то квест. С ним чуть позже поболтаем. Давай изготовим то, что мы сфоткали. Так, значит. Вот они наши фоточки. Последнее вот это. Значит, нужен хайрульский рис, кусочек мяса и соль. Открываем наш сумарь. Вижу сразу же мясцо. Берем в руки. Одну соль. И, конечно же, хайрульский рис. Сейчас посмотрим, что это за блюдо. Вкидываем. Итак. Котлеты. Обычные котлеты, которые не дают никакого эффекта. Ну вот, я-то думал, там что-то будет вау прям. Но оказалось, это не так. Значит, где у нас квестарь? Ой-ой-ой. Ты, случайно, не герой? Ура! Ребята, герой пришел. Дорогой герой, пройди мое испытание и станешь сильнее. Оно не страшное. Даже сражаться ни с кем не придется. Но ты должен быть очень осторожным. В общем, я хочу Руми посмотреть. Руми? Что такое Руми? Это зверь такой синий. В темноте еще светится. Настоящий великан. Ростом аж с меня. Ммм, хе. Очень уж хочу на него поглядеть. Хотя бы на картинки. Ну ладно, если я найду, я сфоткажу его. О, спасибо, что согласился, дорогой герой. Правда, где этого ушастого искать, я понятия не имею. А, кажется, я понял, о ком ты. В общем, принеси мне хоть картинку с ним. А я тебе за это кое-что дам. Окай, договорились. Ушастая легенда. Дополнительное задание. Короче, он говорил про светящегося кролика. И если в этого кролика, собственно, стрельнуть, то с него выпадает Рупи. Мы уже таких с тобой встречали парочку, так что я знаю, где их искать. В комментариях также говорили, что если я залезу на дерево, вот это огромное, то наверху я найду что-то очень интересное. Что ж, полезли наверх. Глянем, что там. Ух, забрались мы уже достаточно высоко. Мы почти залезли на макушку этого дерева. И здесь нас ждет две маленьких фейки. И, в принципе, все. Короче, фейки меня запалили и улетели. Ладно, пойдем. Посмотрим, что тут. Здесь у нас какой-то маленький корк сидит. Тут у нас... О, что-то я разломал уже. Скрытоешка, желудь мы нашли. Короче, здесь маленькие скляночки. И в них что-то есть. Сейчас мы их все разобьем. Птичий орех. Ну, хоть что-то. Ладно. Давай теперь подойдем к этому чувачку. Хрюшо, вздремнул. А ты зачем пришел? Неужто хочешь пройти главное испытание? Я понятия не имею, что за главное испытание, но... Да, я хочу. Ну что ж, пришло время загадок. Начнем главное испытание. Правила такие. Я загадываю тебе загадку, а ты приносишь мне загаданный предмет. Что маленькое, красное, круглое и сладкое? Ну, это либо ягода, либо яблоко. Если положишь то, что загадано на лист, я для тебя станцую. Ну ладно, не вопрос. Где у меня там яблоки были? Вот они, целых восемь штучек. Вот вам круглое, красное и съедобное, пожалуйста. Яблоко, яблоко! Молодец, танцуем! Итак, следующая загадка. Гордость деревни Кокорика. Очень твердая гордость. Ммм, ну гордость Кокорика, это прыть морковь. Они там все про это твердят. К сожалению, прыть моркови у меня не оказалось, поэтому надо по-быстренькому сгонять в деревню Кокорика. А если мы отсюда с тобой телепортнемся, нам снова придется бежать от начала затерянного леса в лес корков. И это капец как не круто. Мне нужно найти здесь святилище. Оно здесь по-любому где-то есть. В каждом городе есть святилище. Для того, чтобы быстренько сюда телепортироваться. Даже радар вон пищит. Говорит, что тут есть святилище. Надо его найти. Спускаемся вниз. Кажется, где-то здесь. Очень сильно радары пищат. Ага, вот оно! Отлично! Светилище Киорук. Что ж, пойдем его пройдем, чтобы оно активировалось и мы могли сюда быстренько телепортироваться. Тайна созвездий. Хм, что бы это могло значить? Мне кажется... О, тут даже табличка есть. Давай прочитаем. Взгляни на созвездия. Их число откроет тебе путь. Так. А, вот они, смотри. Вот эти вот созвездия, видимо. Их число откроет тебе путь. Мне нужно просто созвездия посчитать. Ладно. Одиннадцать созвездий, я насчитал. И что мне теперь нужно сделать? Мне нужно просто поставить шары в эти пазы. Ну ладно, давай это сделаем. А, вон оно что, смотри. Получается, если я положу сюда шар, это будет единица. Сюда шар, это двойка. Сюда шар, тройка. Сюда четыре. И дальше пять. Ну хорошо, не вопрос. Значит, раз шарик кладем в паз, где пять. Этот сюда. Нужно еще один шарик положить вот сюда. Где одинарный столбик. Ну-ка. И чего-то ничего не произошло. А, вон оно что. Я въехал. Короче, вот эти вот созвездия. Это просто обозначение созвездия, которые есть вот тут. То есть, таких созвездий может быть три или два, например, вот здесь вот. Ну хорошо, давай посмотрим. Значит, раз. Я вижу два длинных созвездия, которые крайние. Вот это вот. Значит, вот этот шар мы берем и кладем его сюда. Следующих закорючек у нас одна. Значит, кладем шарик напротив одного столбика. Дальше считаем маленькие созвездия. Раз, два, три, четыре, пять. Их всего пять. Шарик у нас уже на пяти стоит. Это хорошо. И средние созвездия. Раз, два, три. Их всего три. Значит, шарик кладется сюда. И в принципе все. Все должно открыться. Да! Сработало! Ну вот. Светилище мы открыли, а это означает, что теперь мы можем сюда телепортироваться без прохождения затерянного леса. Значит, нам нужно сейчас отправиться в деревню Какарика. Она у нас вот здесь. И купить там морковки. О-о-о-о! Блин, как же я давно не был в этой деревне. У них здесь даже магазин овощей отмечен рисунком морковки. Здравствуйте, здравствуйте. Мне бы вас пыть моркови купить. Где она? А, вот она. Давайте я у вас куплю все Так, значит Теперь нам нужно с тобой Поискать светящихся зайцев Вернулся в деревню Кокорикую Потому что этих кроликов видел здесь Когда бежал к фее И думаю, что Точнее не думаю, а надеюсь, что встречу его Здесь еще раз Но это не точно Поэтому нужно очень аккуратно идти И не спугнуть этих существ Если они тут появятся Прям перед глазами появился, смотри Так Надо приблизить Попался, красавчик Из-за травы, правда, ничего не видно Короче, я сейчас к нему подойду Он испугается, вылезет Так Попался, нет? Руми! Отлично, это он Только на фото одни уши торчат Надо поближе еще подойти И сфоткать его Он прямо на меня бежит, смотри Офигеть О! Отличное фото Вот это я покажу Все Свободен Фотосессия окончена Ну что, возвращаемся, значит К нашим лесным друзьям Осталось только найти этого чудака Который попросил у нас фотку Этого Руми О! А вот, собственно, и ты Здорово О-о-о! Дорогой герой Ты принес? Конечно, принес, смотри Вот так вот он выглядит А я ему показываю фотку с ушами, капец И Корк просто в восторге Это, это что, Руми? Ну, типа, да Точнее, его уши Вот это да! Как светится! Благодарю тебя, дорогой герой Я счастлив Ой, чуть подарок не забыл отдать Держи Сто рупий он нам дал Ммм Я думал, там что-то будет интересное А он деньгами откупился Здорово, Валтон! Я притащил тебе морковку Я положил! Алло Похоже, что это не то, да? Не, это не то Как так-то? Может быть, я плохо положил эту морковку? Давай возьмем несколько в руку И вот прям вывалим ему Вот этот вот листочек Вот так Не, нифига Погоди, а что тогда? Какая может быть гордость в деревне Кокорика? Твердая гордость Может быть, это тыква? У них очень тыквы еще ценятся Вот эти вот Латная тыква Сочная тыква, которую выращивают в деревнях Она настолько крепкая, что блюдо, приготовленное из нее, укрепляет тело и повышает защиту Ну, давай возьмем одну старика Одна латная тыква стоит 20 рупий Беру Угу А вот и феи, кстати Надо их Одну поймал Так, вон еще летает Есть! Две феи схватил Ха-ха-ха Ну что? Может быть, это тыква латная? Давай ему отдадим тыкву Как бы, ну, другого я не знаю Ну-ка Есть! Латная тыква Угадали Итак, следующая загадка Какой гриб растет в теплых местах? И согревает, если добавить в блюда Какой гриб растет в теплых местах? Подожди, у меня там куча грибов Может быть Жаромор, может быть Ага Прикинь, у меня один единственный есть Написано, что он запасает столько тепла, что блюда из него позволяют переносить даже лютый мороз Обалдеть Вот это мне фортануло, что у меня хотя бы один он был Ну-ка Жаромор Я угадал Отлично Итак, следующая загадка Что скользкое, мокрое, электрическое и плавает? Ааа, может быть это знаешь чё? Слаймик водяной Который заряжен электричеством Где у меня эта штука? Вот это вот, наверное, жёлтое желе чучу Но они в воде-то в принципе не плавают Они постоянно из травы вылазят Ну, давай попробуем Может быть Это про них речь Ну-ка Нет, не оно А может быть рыба какая-то или рак? Рыб у меня полно Значит, давай берём разную рыбу Кладём сюда всё Грозовая форель Ну точно Интересно, сколько у меня таких грозовых форелей было? Наверное, тоже одна Итак, следующая загадка Это последняя Приготовься От опыта чего пыль по полю летит? От опыта копыт? Значит, мне нужны копыта И давай искать у меня в сумке копыта Блин, а у меня копыта-то нету Окей Мы знаем, что для последней загадки нам нужно копыта Скорее всего, это дикий кабан, может быть Нужно будет его найти Но прежде чем мы его пойдём искать Нам нужно вернуться в пустыню Мы находимся возле деревни Геруда И я тебе сейчас объясню, почему мы сюда вернулись Дело в том, что здесь проходят котейские гонки В прошлый раз мне не удалось поучаствовать в них Потому что чудище было злым И оно не давало просто проводить эти гонки Но поскольку теперь наш Борис стоит вон там На защите этой деревни Мы можем спокойно покататься на котиках И поучаствовать в гонках Что мы, собственно, сейчас с тобой и сделаем Гонки на котиках Мадемуазель Здравствуйте, я вернулся поучаствовать в гонках на котиках Можно, можно, можно я поучаствую Снова ты? Чудяще исчезло и гоночная трасса наконец освободилась Амбре сейчас нужно думать только о гонках на котиках Хотя, раз уж ты здесь Не хочешь поучаствовать И побить рекорд непобедимой Амбры Ну а почему бы нет Но сперва расскажи мне о гонках на котиках Ты не знаешь О всемирно известных гонках на котиках Не может быть Амбра, ты это слышала? Берешь песчаного котика И едешь на нем к финишу Не пропуская по пути специальные ворота Вот это и есть гонки на котиках Если сойдешь в трассе Или отпустишь котика Дисквалификация Рекорд Амбре 1 минута 30 секунд Победишь в это время Получишь приз Это особый приз Он переходит от чемпиона к чемпиону Последние 10 тысяч лет Сейчас чемпион Амбра Ну что, попробуешь победить ее рекорд? А что бы нет, давай побью Пошли в легкую Эу-эу-эу А щит где? Тебе в школе не говорили Что без него на песчаном котике не покатаешься Приходи, когда будет щит Да подожди ты, есть у меня щит Я просто его забыл Адеть Итак, одна попытка 50 рупий Ну что ж, начнем Погнали Отлично Всегда приятно это слышать Тогда значит 50 рупий Такое напряжение перед гонкой Мое любимое чувство Ну и сейчас понесется О, Линк на разминочке Кое-кто хочет рискнуть жизнью И принять участие в гонках на песчаных котиках Будет ли побед рекорд Непревзойденной чемпионки Царь пустыни Песчаный котик готов Доберется ли претендент до финиша За одну минуту 30 секунд Не пропустив ни одни ворота Начинаем отчет Три Два Один Поехали Неси меня Как ветер Поворотом Надо поворотом попасть Хорошо, едем Первые ворота пройдены Мы прям мчим и мчим Я думаю, что мы должны успеть Рывок еще Че ты у меня отдыхаешь, котик? Мчи Еще одни ворота пройдены Неси меня по песку, как по воде Третьи ворота прошли Четвертые ворота На 40 секундах Так Подъезжаем к пятым Ух, блин Как здесь опасно Черт, дисквалификация Неудача Гонька окончена Ладно, я хочу еще взять попыточку Редактор субтитров А.Семкин Восемнадцать секунд Девятнадцать Есть! Мы побили рекорд На десять секунд быстрее Одна минута Двадцать секунд Новый рекорд Торжественное вручение Линку От Амбры Которая всегда молчит И ничего не говорит Ух ты, она заговорила Невероятно И хлопает в ладоши Думаю, это твое по праву И че мне с этим делать? Я обычно такие в святилищах таскаю Легенда У нас новый чемпион Я засеснялся Так, ну че Давай попробуем взять эту сферу И положить ее на педестал А, ну так вылезет святилище По-любому Ну-ка Ну-ка Ух ты Сфера исчезла Ну да Вот и святилищ подъехал Мне как раз нужно проходить Как можно больше святилищ Потому что Сердце, сердце Ведь нам нужны сердца Чемпионка мира Выполнена Блин, у меня звание чемпионка А не чемпион Конечно, конечно Я же в наряде Геруда Так, ладно Это святилище мы оставим на потом А сейчас мы отправляемся за копытом Оуу, погодка нас не радует совсем У нас тут есть козел Но не факт, что копыта козла нам нужно Но попробовать все-таки стоит Так, попали в козла Еще и летучую мышь сейчас подстрелим Нет, с козла копыта не упала Значит, ищем-ищем быка Где-то здесь они на лугах должны пастись Я видел, я видел, что они тут ходят Вот он, вот он, бычара Смотри, какой мощный Так Бычок Стой на месте Прям в ягодицу сейчас ему зарядим Готовченко, но Стоять, говорю Есть Надеюсь, там не только мясо, но и копыта Ножи, ножи, ножи Нет, копыта здесь нету Только мясо Блин Короче Я долго думал, чье копыто может быть И пришел к выводу, что Может быть это кентавры Итак Вот он, кентавр Последний раз, когда я пытался победить кентавра Это закончилось очень плачевно Это как раз было на самом первом воспоминании Он не давал нам пройти наверх горы Но думаю, что в этот раз У нас есть все шансы Потому что у нас есть меч молний Я думаю, что я его вначале Так, он достал свое оружие Вначале Ты на меня нападать не собираешься, да? Ты вроде как хороший Пока я тебя не атакую Ты меня тоже не атакуешь Оу Воу-воу-воу Фига себе Так, разозлили кентавра Мне всего лишь нужно твое копыто Ай, как больно-то Ты бьешь Ладно Я перехожу В боевой режим Мне нужно три стрелы И нужна Вот эта вот Грозовая стрела Ау Я не успел Так, восстановили силы Где он, где он? Ой Стой Не стреляй в меня Давай-давай-давай-давай Линк, бежим-бежим-бежим Сразу бьем ему еще один разряд Что-то не сработало Э! Ты что такой мощный, а? Оу Надо было в другую сторону бежать Линк, вставай, 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 вставай Ух, успели На тебе разрядик Подожгли нас Блин, ну с кентавром, конечно Будет проблематично немножечко На тебе Теперь еще взрывные мы Оу Это было мощно Взлетаем, взлетаем, взлетаем Линк Фух Стопэ, нельзя в меня Огнем пулять Я сейчас все стрелы на него из расхода Где мой крутой меч? У меня есть какой-нибудь крутой меч Ага, топорик Окей Так На колени Стой, стой, стой Куда ты побежал? Я говорю На колени Ай-яй-яй-яй-яй Где у меня там морковка была? А так Ой-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё Так, взлетаем. А, не успел. Не успел взлететь. Черт подери. Есть! Уложил его на лопатки. Доставим наш крутяцкий топорик. Ну, чуть-чуть остался. Чуть-чуть. А-а-а! Еще одну фею взрасходовал. Я уже все стрелы на тебя потратил. Есть! Мы его ушатали. Я, кстати, про силу урбоза забыл. Ну, ничего. Я надеюсь, что все это было не зря, и мы достали копыта. Ух ты! Огненная стрела. Ништяк! Огненная стрела забрал обратно. А вот, собственно, и копыта левра. А, это был левр, а не кентавр. Ну, слушай. Все это было не зря. Я потратил две феи. Жалко, конечно, но насобираю еще. Ничего страшного. Лук могучего левра достался нам. И? Что это вот? Копье могучего левра. Нифига себе, оно мощное. Эй, мой юный друг. О, фе-фе-фе-фе-фе-фе. Иди. Блин, не успел, не смог ее поймать. Черт возьми, ну ладно. Мой юный друг, или, может, старейшина, я не знаю, сколько тебе лет. Я притащил тебе копыта. Я думаю, это именно то, что тебе нужно. Ну-ка. Копыта левра! Действительно, мы угадали. Я верил в тебя, дорогой герой. Вот твоя награда. Алмаз, серьезно? Самый дорогой драгоценный камень. Интересно, сколько он стоит? Загадок у меня больше нет. Ты прошел мои испытания. Молодец. Копыта я заберу. Блин, ну... Ну ладно. Просто очень много всего сожрал с этим левром. Я думал, он мне хотя бы какой-нибудь костюмчик подгонит. Или там, из оружия что-то. А он алмаз. Пойдем посмотрим, сколько этот алмаз стоит хоть. Я хочу тебе продать очень драгоценный камень. Вот он алмаз. И стоит он 500 рупий. Алмазов у меня таких два. Один я нашел в руде, когда подрывал фосфолиты. Ну, в общем, как-то так. Что ж, на сегодня мои похождения окончены. Если тебе нравится линк, то с тебя лайкос, если ты еще не поставил опсом в начале. И, конечно, подписочка, если ты не подписан. Ну, а на сегодня это все. Спасибо тебе за просмотр. И пока. Увидимся в новом видосе.